Ну что, друзья, как я и обещала, сегодня будем с вами готовить мою любимую итальянскую пасту Al Pomodoro. Я не знаю, как она по-итальянски произносится, но это то блюдо, которое я просто нереально полюбила на Шри-Ланке, когда жила на Вилле у итальянцев. И, о да, это моя действительно самая любимая вкусная паста. Я готова есть её и смаковать, и кайфовать. А вся прелесть в том, что готовится она действительно очень просто и требуется просто минимальное количество ингредиентов, которые практически всегда можно найти в супермаркете. Ну что ж, я предлагаю начать. Иногда действительно проще и легче купить что-то готовое или сходить на ужин в очередной ресторан. Но порой хочется и позаниматься каким-то сотворчеством с этой жизнью, приготовить что-то своими руками, показать себе своё умение, посмотреть на то, как вкусно ты можешь что-то создать. Вы знаете, я стараюсь не есть чеснок, поэтому покупаю его действительно крайне редко, но в рецепте итальянской пасты, итальянского соуса никакая асофетида не сравнится с этим ароматом и вкусом чеснока. Поэтому убедительная просьба следовать рецепту. Когда закипает вода, можно уже совершенно спокойно кидать туда пасту. Я использую среднюю, обычную, высший сорт, классическую, никаких заменителей, глютен-фри и так далее, потому что, ну, это итальянская паста, друзья мои, здесь из всяких заменителей. Какая красота всё-таки, хоть я готовлю реже, но продукты просто невероятной красоты. Я так люблю красивые, ароматные продукты. Наша задача нарезать помидорки черри напополам. Если у вас большие томаты, то порежьте их на четвертинки. Чеснок важно раздавить именно плоской стороны ножа, чтобы сделать чесночное масло, в котором будем обжаривать томаты. Не любите ли масло, пожалуйста, закройте сейчас свои глазки, а то вам станет худо, потому что готовить итальянскую пасту, ну, просто необходимо не жалеть оливкового масла. И когда помидорки обжарились, до нужного состояния начинается мой самый любимый момент, это нажимать на каждую половинку, чтобы та дала сок. В соус важно добавить немного воды из-под пасты, посолить, поперчить по вкусу. Соли мы, опять же, не жалеем. Знаю, что вредно, но, друзья мои, эта божественная еда не требует никаких ограничений. Господи, какой он прекрасный! Это потрясающий соус! Потрясающий соус к пасте! Просто невероятно! Затем перемещаем все в блендер и буквально пару раз переблендерим, то есть совсем чуть-чуть. Ну и такая нереальная красота у нас получается. И как все-таки важно готовить еду, словно ты занимаешься любовью, наполняя все это тело каким-то невероятным эстетическим удовольствием и вкусовым оргазмом. И если готовить еду, то только в таком настроении, только с такой энергией и только с таким желанием. Никак иначе, иначе это уже просто отрава. Ну и приятного вам аппетита! Обязательно дайте обратную связь, если вам тоже очень понравится. И самое главное, когда мы испытываем такое чувство наслаждения, не делать это рутиной. Ах да, и не забудьте самое главное, сказать, господи, какой я молодец! Или какая я молодец! У меня просто золотые руки! О, боже! Я не могу больше. Мое сердце, оно сейчас выпрыгнет из груди. Восторг!